Подумаю, за него голосовать, не голосовать. Я послушаю, вопросы там туда. Прохожие пока со скепсисом и недоверием. Определиться непросто, да и спешка в делах будущего страны ни к чему. Лица на фотографиях потенциальные кандидаты в депутаты, но далеко не все знакомы электорату. Потому и тактика на каждом пикете у сборщиков подписей своя. Девчата, идите сюда, вот пообнимаемся. Одна тысяча подписей и вот он, шанс стать кандидатом и бороться за место в парламенте. Настаивать на подписи за потенциального кандидата сборщики не могут. Здесь главное не подменять понятия. Сейчас только автографы. Выдача удостоверений, агитация после. Тот случай, когда от перемены мест слагаемых весь смысл предвыборной гонки меняется. Мы не имеем права просто навязывать, потому что это не агитация. Люди добровольно должны подойти, мы им объясняем, что мы делаем. Эдуард Кузнецов сам был кандидатом. Выборы для него и часть общественной жизни, и работа. Депутат Мингорсовета уверен, хочешь быть ближе к народу, выходи на улицу и общайся. Тогда и проблемы людей становятся более понятными, а после и разрешимыми. При этом в работе на пикетах нужно быть юридически подкованным. Потому неподготовленных здесь нет. Большинство сборщиков с процессом знакомы, ведь ошибка может стоить дорого. Ножки депутатского кресла подкосятся. При проверке бывали случаи, что звонили этим людям из наших избирательных комиссий и спрашивали, оставили ли вы подпись такого-то числа за такого-то человека, подтвердить. Минская городская избирательная комиссия, дежурный король, слушаю вас. Городские окружные комиссии уже созданы. Есть и жалобы. Сюда поступило пять. Надо признать, далеко не все обоснованные. Всякое бывает, конечно. Есть для того, чтобы только пошуметь немножко. Есть, чтобы на них больше внимания, может быть, обратили. Пришел человек, высказал свою позицию, пошумел, покричал. Но разобраться обязаны. Точки зрения могут быть разные. Закон один для всех. В том числе, если обращение от наблюдателей. И такие случаи есть. Не пустили в комиссию выполнять свою работу? Судите сами. Пришли раньше, десяти часов, во-первых. Когда фактически комиссия еще не была, она только-только вот собралась еще. Поэтому им сказали, ну подождите минутку, мы вас зарегистрируем. Выглядит, как будто бы оправдываетесь. Нет, я вам объясняю, как должно быть. Понимаете? Почему их не допустили сразу на заседание окружной комиссии? Потому что еще некуда было их допускать. При этом, кто он, кандидат в депутаты нового парламента, еще недолго, но будет загадкой. Раскроется она только после 8 октября. Тогда начнется регистрация претендентов на место в овальном зале. Вершить судьбу страны явно должны компетентные люди с новыми идеями. Разобраться он перед вами или нет, поможет одно из новых правил от Центра избиркома. 18 октября, когда начнется самый острый период выборов, агитация, появятся информационные стенды о кандидатах. А к традиционной биографии добавится список их достижений. Пока же над задачей познакомить с претендентами трудятся инициативные группы. Если прямо сейчас в дверь вашей квартиры постучали, не исключено, что это они. Здравствуйте, Игорь Негода. Здравствуйте. Мы являемся членами инициативной группы, признатый депутат в Национальном Соколе. Центр избирком уже зарегистрировал 487 инициативных групп. Если сравнивать с прошлыми парламентскими выборами в 2016 году, то отчетливо видно, почти на треть меньше стало представителей политических партий. Пока рано подводить общую статистику по политическим партиям, поскольку основная масса будет выдвигаться самым легким из трех возможных способов этого движения от политической партии. Зарегистрированы практически все группы, процент отказов незначителен. В этом центре прямо сейчас формируют план законопроектов на 2020 год. С ними-то и придется работать новому парламенту. Закон о ликвидации и регистрации субъектов хозяйствования, о волонтерской деятельности, о доступе к информации и деятельности судов, банковский и налоговый кодекс. То, что коснется каждого от домохозяйки до предпринимателя. Прежде всего должен отметить проект закона о персональных данных. На сегодняшний день регулирование вопросов сбора, предоставления, распространения персональных данных в нашей стране осуществляется фрагментарно. Этот проект закона комплексно и системно должен урегулировать эту сферу. Кто будет заниматься законотворчеством в ближайшие годы, целиком и полностью зависит от нас самих. Можно остаться в стороне и обсуждать происходящее на кухне, а можно прийти и повлиять своим голосом на будущее страны. Недаром говорят, каков народ, таков парламент. Влада Корницкая, Александр Зонов, Николай Певец и Сергей Вяль. Контуры.